В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. Градусов тепла и местами до плюс 20. В Черкесске ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днем 25-27 градусов тепла. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Слова из песни Высоцкого «Сейчас кстати». Потому что россияне выбирают отдых внутри страны. Наибольшей популярностью весной и летом у гостей курорта пользуются горные походы, джипинг, прогулки на канатных дорогах, конные маршруты и экотропы. Своей красотой привлекает озеро Каракель – достопримечательность Тиберды. Алла Динаева расскажет подробнее. В самом центре Тиберды прямо у дороги находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракель, любимое многими и покорившее мое сердце. У вас хороший вкус на природные объекты. Это озеро моренного происхождения. Некогда здесь был ледник, в ледниковый период здесь был ледник. И в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась марена. Марена находится на западной стороне озера, подпрудная марена. И вот в этой воронке сохранилось озеро, озеро Каракель. Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами, а в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды. Озеро Каракель – одно из прекраснейших природных объектов Карачаева-Черкесии и Тибердинском заповеднике. О нем слагают сказки, рассказывают легенды. Некоторые утверждают, что у него двойное дно. Другие рассказывают, что в глубине озера есть пещера. Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок. Но некоторые мифы мы сегодня развеем. Карачаево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кочегу исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракеле все. Сканировали его эхолотом, промерили глубину. Нигде никаких пещер мы не обнаружили. Не было здесь пещер. Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли. Особенно ближе сюда, где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро. Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше. Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров. И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере. И она не успевает перемешиваться. И вода в Каракеле из-за этого имеет разный температурный режим, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Всегда это теплое стремится к холодной воде. Холодное вытесняет теплую наверх. И поэтому вот эта турбулентность воды, она создает разные температурные режимы воды. Днем вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов. А ночью в восточной части может опускаться до 3-4 градусов. А название Каракель с карачаевского переводится как «Черное озеро». С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами, которые обогащают воздух, и примыкающее воздушное пространство озера насыщают фитонцидами. Поэтому этот участок оздоровительный. А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха. Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь и позировала в нашей видеокамере. Но когда мы решили подойти еще ближе, сползла в воду и уплыла в свое подводное царство. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Циберда.